Привет тебе, мой дорогой друг! Меня зовут Альберт, и сегодня мы вместе с тобой продолжаем выживать в бутылках, и это вторая серия, и вторая серия у нас закончилась очень необычным способом, а точнее, ну очень-очень необычно, и в прошлой серии было просто пипец, что интересно, поэтому обязательно посмотри предыдущую серию, если ты не смотрел предыдущую серию. А также прямо сейчас я жду от тебя лайка и подписку, прямо сейчас поставь лайк и подпишись на канал, я тебе буду очень сильно благодарен. И смотри, я тебе немножко вкратце расскажу о прошлой серии. О прошлой серии мы добрались до вот этого биома, где находятся наши мховые коровы, также мы добрались с вами до нового локации, вот до вот этой бутылки, в которой находятся страшные и ужасные пауки. А также, кроме всего этого, мы потеряли кучу кирок, кучу ресурсов, кучу дерева и всего, что нам было нужно, поэтому, учитывая то, что во второй серии мы с вами будем заниматься практически всем тем же самым. Но нет, мы будем добираться до новых миров, ребята, как я вам и обещал. Так, тем временем, я, наверное, сделаю что? Раз у меня есть несколько досочек, я, наверное, сделаю из них палочки. И, кстати, ребят, по-прежнему, я не знаю, вы мне не написали в комментариях, но я вас спрошу, ребят, напишите в комментариях, пожалуйста, как мне сделать так, чтобы мое дерево выросло? Потому что оно не растет, оно просто не растет. Напишите в комментариях, как мне вырастет дерево. Так, тем временем, я беру палочки, беру раз, два, три железа и делаю себе топор, ребята, делаю себе топор, потому что топор нам очень сильно нужен, потому что благодаря топору я смогу добывать досочки, которые находятся у нас прямо над головой. Так, и я, если честно, пока до них не дотягиваюсь, поэтому пойду ломать у коров, по крайней мере, оттуда, откуда я дотянусь. Так, забираем эти досочки. Аккуратно, вот эти досочки я заберу. Извиняйте, пожалуйста, у меня коровы, но я, пожалуй, у вас заберу эти досочки, по крайней мере, до которых дотянусь. Ну, потому что они мне нужнее, чем вам. Потому что у вас, ну, как бы, крыша на голову у вас есть и все. Что вам нужно еще? А мне нужно ресурсы, мне нужно показывать, мне нужно с моим чувачком, который сейчас смотрит мой ролик, мне нужно с ним выживать. Поэтому, как бы, хорошо. И поэтому мы будем делать дальше дела. Мы будем делать бизнес. Так, мы будем делать бабки. Так, ладно, а что там дальше? Что там дальше? Ладно, мы взяли досочки, теперь мы с тобой бежим, валим обратно и переделаем вот эти обстеганные дубовые древесины. Я так и не понял, как сделать эту обстеганную древесину, поэтому пока я гадать об этом не буду. Также, у нас большая проблема с железом. У нас железо заканчивается, и, если честно, мне хватит только на кирку. Хорошо, хотя бы кирку. Хотя бы сделаем железную кирку, и при помощи этой железной кирки я смогу добывать алмазы, если вдруг я их увижу. А пока я это все сложу. А пока я это все сложу, потому что, мало ли, что может произойти, неизвестно. Так, тем временем я бегу обратно. Бегу за досочками, потому что, ребята, я в прошлой серии вам рассказывал про такую офигенную вещь. То, что... А, точнее, в прошлой серии мы с вами хотели открыть зловещий сундук в этом зловещем месте. Если вы помните, в прошлой серии мы здесь с вами наткнулись на паука, который нас скинул и отнял у нас все наши ресурсы. Да, именно так это все и было. Именно так все это и было, ребят. Нас, в общем, взял, поймал этот паук, схватил нас, прижал к стенке и взял, убил нас. И забрал все наши ресурсы. Поэтому, в этот раз мы заберем у паука его ресурсы. Все очень даже логично. Также нам очень сильно нужна паутина, но, насколько я понял, видимо, паутину забрать именно топором нельзя. И это печально, потому что топором нельзя забрать вот эти замечательные паутинки. Потому что паутинки мне пригодятся для того, чтобы сделать удочку. Пожалуйста, можно я вылезу? И вот здесь вот спаунятся пауки. И смотрите, вот он тот самый сундук, ребята, вот он тот самый сундук, который я обещал вам открыть. Поэтому, ребята, обязательно прямо сейчас поставьте лайк. Если вдруг еще не поставить лайк, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, и мы открываем сундук. И тут у нас черный шалкеровый ящик. Вау. Куча паутины, кстати. О, нам даже не надо будет ее добывать. Куча паутины и шалкеровый ящик. Больше тут ничего нету. Довольно-таки скудные ресурсы, но шалкеровый ящик нам пригодится для того, чтобы складывать, конечно же, наши ресурсы. И нам надо как-то обезопасить нашу территорию, потому что территория у нас очень опасная. О, бутылочка меда. Вау. Как это мило и как это классно, то, что мы добыли бутылочку меда. Так, здесь я также переделываю доски, поэтому, ну, пока у нас нужда в досках отменяется. И что мы делаем дальше? Наверное, беру 64 и пойдем сейчас в новый мир. Сюда, я не знаю, буду ли я ходить вообще сюда или нет. Я сделал просто такой, знаете, вот стартер. Небольшой стартер, чтобы никуда не свалиться и чтобы попадать ровно в этот проход. Все, вроде как все правильно. Отлично. Так, теперь, куда мы пойдем дальше? Там у нас наверняка опять снова паук, поэтому не знаю, стоит ли нам к нему идти, поэтому пойдем вот сюда. Пойдем вот сюда. А самое главное то, что мы играем на сложной сложности. Вот, смотрите. Мы играем на сложной сложности, поэтому... Точнее, мы играем прямо на хардкоре, поэтому есть шанс того, что может заспавниться где угодно скелет и он нас может кокнуть. Поэтому я по-быстренькому... Не знаю, как сделать по-быстренькому, чтобы отсюда убежать, потому что может заспавниться где угодно паукан. Так, здесь я делаю тоже такой стартер. Я его буду так называть. Это стартер, ребят. Стартер, чтобы аккуратно входить. Потому что здесь у нас он есть, потому что тут у нас коровы, поэтому жалко будет потерять наших коров. Так, все. Сюда все сделали, сюда сделали, все. Идем. Идем в наш новый мир. Посмотрим, что у нас там находится. Так, здесь я что делаю? Здесь я вскапываю. И здесь у нас классный и прекрасный кактус. Собираем кактус. И кроме кактуса я, в принципе, здесь ничего больше не вижу. Палки и кактус. А может там что-нибудь у нас интересное? Да, там наверняка что-то интересное. Давайте попробуем скопать вот этот песочек. И попробуем найти, что у нас под песком. Хотя вот немножко песочка я бы оставил для того, чтобы сажать наши кактусы. Хотя зачем они нам? Я не знаю, зачем они нам. Ребят, зачем нам кактусы? Напишите мне в комменты. Зачем нам кактусы? Я вот, если честно, вообще абсолютно не знаю, для чего нам нужны кактусы. А вот если вы знаете, напишите мне в комменты. Я буду благодарен. Так, тем временем мы с тобой по быстрым контусам скапываем. Здесь мы также проход открываем. Все прекрасненько. И теперь нам нужно наверху вскопать еще досочки. Потому что доски нам тоже нужны. Так, доски нам тоже нужны. Все прекрасно. Наверху доски, да? Все как обычно. Как обычно наверху куча досок. Или же досок. Мы их тоже собираем. Интересно они так сделаны, так красиво. Они даже на доски не похожи. Похожи на какой-то материал. Такой, знаете, интересный. Такой магический материал. Так, тем временем я по быстрым контусам скапываю. И мы пойдем дальше. Оп. Пей. Окей. 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 Так, все. Смотрите. Это, видимо, копается понятно чем. Это, видимо, копается понятно чем, ребята. Я надеюсь, тоже вы поняли, чем это копается. Я посажу на всех случаях маленький один кактусик. Пусть он у нас растет. Остальное я все слаживаю вот сюда. Теперь я беру кирочку и пойдем посмотрим, что мы там можем копать. И что там внутри. А, там вижу золото. Вижу, ребят, золото. Вижу золото. И буду копать вот таким образом. Буду копать максимально аккуратно. Потому что мы уже с вами один раз наткнулись на лаву под нашим домом. Поэтому я буду максимально аккуратен. Не знаю, может вернуть сюда нашу пустыню. Потому что вот мы сейчас заберем эти ресурсы и все. И будет пустая бутылка. Или мы потом придумаем здесь что-нибудь. Не знаю, ребят. Мы, может, потом что-нибудь с вами придумаем. Да, я думаю, мы здесь что-нибудь придумаем. Какой-нибудь, может, огородик здесь сделаем. Точно, ребят. Мы можем здесь сделать огородик. Почему нет? Так, там у нас ад. В ад нам пока рановато идти. Бежим сюда и переплавляем то, что мы с вами нашли. Это железо. Так, железо переплавляем. Камни я складываю. Песчаник. Пусть тоже будет у нас здесь. И что я могу сделать еще? Вот пока с пчелкой я не знаю, что делать. Вроде как нам нужны бутылки. И благодаря этим бутылкам я смогу собирать мед. Вроде как так. Теперь я, наверное, попробую пройти вон туда. Опять попробую сразиться с этими пауками. Так, поэтому что нам нужно? Нам нужно сначала взять доски. Из этих досок я делаю дверь. Потому что двери нам определенно нужны. Так, двери нам... О, нет. Тихо. Двери нам нужно. Ставим дверь. Отлично, дверь поставили. Ой, что это было? А, кактус. Серьезно, кактус это опасная вещь. Так, это все слаживаю. Так, это я тоже кладу. И все. Идем. И на всякий случай я сейчас по-быстренькому поменяю свою кирочку. На деревянную. Потому что мало ли что, мало ли что может произойти. Так, деревянную кирку беру. Эту укладываю. Эту забираю. Все. Потому что железа пока у нас не так много. Как хотелось бы. Так, аккуратненько. Вот так вот я делаю стартер. Не знаю, почему я так хотел назвать стартер. Но, допустим. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 Ха-ха. Очень страшно, потому что можно поставить случайно два блока, а не один. И может быть свалиться. И потратить все наши доски, которые мы с вами нереально копили. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Отлично. И вскапываем маленькую дырочку и смотрим, что у нас там происходит. А здесь у нас уже зомбаки. То есть там у нас находились... Ага. Ребят, там у нас находились, значит... Аккуратно, здесь какой-то родстул. На! Так, отлично. Значит, там у нас находились пауки. И здесь у нас находятся прекрасные зомбаки. Наверное, давайте я все-таки их выпущу. Я, наверное, все-таки выпущу этих пауков. Пусть они тоже живут. Ё-моё. А, они там без меня, да, так, появляются? Окей, они без меня тут появляются. Ладно, я отсюда сваливаю. Все, пауки у нас там есть. Все у нас есть. Так, пауки есть. Зомбаки есть. А, да? А, да? Ха-ха. Молодец ты, конечно. Ну-ка, иди отсюда. Ха-ха. Фига. Придумал идею. Вы видели, ребят? Он просто придумал ко мне прийти. Поэтому я беру с тобой факела. И иду туда. Идем, идем, идем. Сейчас мы вырубим этих зомбаков. Вот это да. Вот это да. Отлично. Хорошо, 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 хорошо. Вылетаем, вылетаем, вылетаем. Воу, 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 воу. Тихо. Давай, зомбак, сейчас я тебя уничтожил. Тут, так же, ребят, есть Redstone. Поэтому нельзя. Может быть, что-то хоть сделать механизм даже. Я потому что тут есть Redstone. Давай, давай, давай. Нам нужно уничтожить паука. Нам нужно уничтожить этого проклятого сраного зомбака. Все, отлично. Так, зомбака кукнули. Теперь ломаем вот это. А. Я не знаю, как это ломается. Но в итоге. О, еще один шелковый ящик. Ящик и чешуйница. Ладно, она пока на меня не нападает. Это хорошо. Я это все по-быстрому забираю. Ё-моё, чешуйница. Ё-моё, дурная. И ты... Ладно. Ладно. Ребят, чешуйница очень опасная. Но я получил шелковый ящик. А также я получил табличку. Не знаю, для чего она мне нужна. Давай поставим. Может, она не какая-то надпись. О, давай. Давайте напишем лайк. Плюс. Подписка. Равно. Новая серия. Все. Договорились, ребят. Это наш идол. Ладно, все. Давайте будем двигаться дальше. Берем еще одну бутылочку меда. Я пока не понимаю, для чего эти бутылки меда нужны. Может быть, в них как раз весь смысл. Но пока я не знаю этого. Так, что мы можем сделать еще? Я возьму себе эти камешки. Они мне пригодятся. И смотри. Что я могу сделать еще? Наверное, пойдем в следующий мир. Чего нет? Потому что я не знаю, сколько у нас там времени. Ай. Сколько у нас времени, я пока точно не знаю. Поэтому давай попробуем добраться до следующего мира. Возьму с собой булыжники. И эти досочки я складирую. Все. Пойдем тогда в ад. Пойдем в ад. Или нет? Давайте в ад пойдем уже в следующую серию. Вот в этот ад. А в сегодняшней серии мы пойдем доберемся до вот этого мира. Ой, нужно обязательно не забывать нажимать кнопочку shift. Потому что могу лишь что может произойти. Так, отлично. И там мы с тобой тоже сейчас все вскопаем. Там у нас не нужны двери. Потому что там нет кого защищаться. И что мне нужно еще? Возьму доски. Возьму доски. И возьму, наверное, с собой еще факела. Потому что мне они определенно пригодятся. Ну, потому что здесь темно. Ничего не видно. Так. А то тут вообще ничего не видно. И вон там я тоже поставлю один факелок. Аккуратно. Здесь я тоже факелочек поставлю. Сейчас мы это вскопаем. Снова куча кактусов. Не знаю, что нас ждет в этом мире. Не знаю, ребят. Не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, что нас ждет пока в этом мире. Ну, давайте вскопаем. Нам бы, конечно, все-таки еще лопату сделать. Не знаю, есть ли у нас железо. Нам лопата бы очень сильно сейчас пригодилась бы. Может, при помощи лопаты мы бы сейчас просто классно бы все это вскопали. Так, хорошо. Пока ничего не вижу. Пока ничего ценного. Ничего ценного. Я думаю, тоже здесь можно сделать себе, ну... Не знаю. Может сделать себе вот этот. Как я уже вам говорю, может сделать огород. Больше меня пока идеи нету, что есть можно сделать. Так, песочек это тоже собираем. Может, он для чего-то пригодится. Хотя, я думаю, то, что мы их оставим, эти пески оставим все на месте. Это будут у нас такие маленькие мини-фирмы. Вот такие вот оформленные под стильную вот этой коробки. Также я не взял с собой топор. Это просто печально, потому что мне нужно было собрать досочки. Ну, ладно, это ничего страшного. Так, и следующий мир у нас будет, видимо, мир Незера. Но в мир Незера мы пойдем уже после ада. Потому что сначала нам надо сгонять в ад. Для чего эти песчаные булыжники? Не знаю. Но они есть и есть. Они есть и есть, но для чего они нам? Пока нужды я в них не вижу. Вообще никакой нужды пока в них нету. Пока лютая нужда, ребята, у нас только в еде. В еде у нас прям лютая нужда, потому что скоро мы начнем уже терять наши силы и наше здоровье. Поэтому нужно где-то раздобыть еду. А вот где еду взять? Вот это тоже большой вопрос. Так, это я все тоже все складирую. И давай подумаем. Как мы можем сделать еду? Наверное, я возьму две палки. Возьму себе нитки и вроде как я могу сделать себе удочку. Не помню, как она точно делается. Наверное, еще нужна палка. Наверное, еще нужны палки. Наверное, еще нужны палки. Так, берем палочки и делаем с вами вот так раз-раз. Раз-два, да. Нет? Подождите-ка. Серьезно? А как делается? Интересно. Так, ребята, а как делается? А, делается не из паутины, а из ниток. А, делается не из паутины, а из ниток. Все, я понял. Я понял, понял, понял. Поэтому, что я могу предложить? Наверное, мы берем вот так. И вот так. Потому что сейчас мы сделаем что? Мы сделаем сначала себе лопату, потому что лопата нам очень сильно нужна. И кроме лопаты я себе сделаю меч. Я себе сделаю меч, и из этого меча я попробую всю паутину эту разрубить. Все, пока прям прекрасные идеи у нас. Пока прям идеи максимально классные. Так, паутины я это наставляю, и ее просто-напросто рублю. Да, и мы получаем ниточки. Все прекрасно, ребят. Все, все работает. Все работает как надо. Все работает как надо. Как мы с вами и хотели, так у нас все и работает. Поэтому, это все опять складирую, опять все убираю, склаживаю. Все прям так сложно. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Все, удочка готова. Удочка готова, остальное я все складирую и убираю. Так, вроде все, да? Все, что нужно, мы взяли. Теперь, давай попробуем поймать рыбу. Здесь будет рыбу ловить, наверное, мне кажется, очень сложно. Потому что ее тут, наверное, нету. А может и есть. Аккуратно. Давай, 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 уже цепляй, 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 цепляй. Давай, ловись, рыбка большая и маленькая. Опа! Отлично, ребята, поймали на крючке. И мы поймали первого нашего лосося. Давайте хотя бы три еды поймаем. Потому что, ну, пока у нас нету возможности, ничего больше есть. О, это треска, видимо. Это, видимо, треска. Я шарю, ребят. Я шарю. И давай, 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 давай. Давай уже. Ну, давай, третью рыбку, третью рыбку. Давай. Давай, лови. Ловись, давай, ловись. Давай, ловись. Давай. Три, два, один. Поймал. Отлично. Все, две трески. О, кстати, золото, две трески и сырой лососик. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Ладно, пока мы заниматься не будем тем, что мы будем раскладывать наши предметы. Берем сейчас еду и будем, наверное, уже заканчивать. Ну, потому что нам пока больше тут уже делать нечего. Нам бы где-то шерсть раздобыть или где-то овечек для того, чтобы нам хотя бы найти, где спать. Вот это действительно проблема, то, что мы не спим. Мы не спим уже очень давно и возможно то, что сейчас появятся вот эти призраки, которые над нами летают и которые нас хотят убить. Не знаю, как эти призраки называются, но они здесь определенно есть. Там у нас зима. Серьезно, я вот не вижу. Ну, где-то есть наверняка. Да, вон там курица. Ну да, раз курица есть, значит наверняка есть и овечки. Там кто у нас? Пчел, да? А, это вода вообще? Фига себе, ладно, потом попробуем как-нибудь туда добраться. И обязательно закрываем везде двери, потому что нас могут просто в любой момент взять и кто-нибудь кокнуть. Так, ладно, все, я вот это кушаю. Вот это я тоже кушаю. Вот это я тоже кушаю. И будем на это заканчивать. Все, ребят, если вы хотите продолжение, то вы знаете, что нужно делать. Не забывайте, что это Мольберт. Каждый день у меня уходит по новому видео. Не забывайте, что у меня есть основной канал, там тоже уходит каждый день по три новых видео. Поэтому не пропускайте, не забывайте, что я всех люблю, вы лучшие. Пока-пока. Все, жду вас на следующем ролике. Поэтому не пропускайте новые ролики, а также я жду комментарии по поводу этой игры. Все, люблю, а мы пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.